Друзья, добрый день! У вас среда, у вас обед. Часов в 12 примерно, там, около двух дня. У нас сейчас понедельник, 10 утра. А если мы уже начали снимать в 10 утра, это значит, что мы сюда приехали, типа, там, в начале 9-го... Ой, не в начале 9-го, сколько там? Без 10-10? Блядь. Вот что значит, типа, усиленная работа и очень мало сна. В 8.50 я хотел сказать, что мы сюда приехали, типа, вот сейчас быстренько нужно записать новостной выпуск и дальше погружаться в документалку, которую мы готовим. И напоминаю, 24-го числа у нас стоит дедлайн, что в этот день должен быть опубликован ролик, если мы не сдохнем где-нибудь в процессе. Вот мы сейчас пишем ролик, а через час будем нажимать кнопку опубликовать для ролика Ситроена Берлинга, который вы уже, я надеюсь, посмотрели. И нет, мы не наркоманы. Мы подумали, что было бы прикольно, наверное, если Толстый станет персонажем. Попытались это вот так кринжово сделать. Да, выглядит упорно. Мы знаем. Да вы Ситроен видели? В принципе, вообще, как автомобиль, блин. И, честно говоря, мы не знаем, какая у вас реакция. Непонятно. Мы будем читать комменты и смотреть на то, как вы на это дело отреагируете. Это уже похоже на ШИЗУ. Да, я разговариваю с автомобилем. Да, и он мне отвечает самое главное. Да, ведь реально, ну типа, все же автомобилисты с ими автомобилями разговаривают. Но не так же. Проблемы реально начинаются тогда, когда автомобиль отвечает. Вот тогда начинаются проблемы, блядь. Прикол еще в том, что если эта штука зайдет, вы еще не знаете, что мы дальше сделаем. Потому что это прям, ну типа, это тизер. Ну, посмотреть реакцию. Вообще такое, как оно. Ну, вот такая ШИЗА, она прикольная или нет? Как была ШИЗА с Дастером. Типа, в какой-то момент что-то нас клинануло, мы такие. Вот на такое теперь, посмотрите. А, понятно. Все, хорошо, реакцию поняли. Возможно, после того, как мы выпустим документалку, я куда-нибудь срулю на пару-тройку дней по каким-нибудь городам рядом с Москвой. Просто покататься, посмотреть. Потому что у меня была задача, я сам перед собой ставил задачу в начале года, типа, посетить 12 новых мест. Ну, я тогда хотел посетить 12 новых стран, но, типа, да-да, посетил Стасик, попутешествовал, блядь. Я подумал, что можно закрыть, типа, областными центрами. Вот, поэтому инста вот тут. Подписывайтесь туда, и я там буду все это дело спойлерить. И, возможно, если вы живете где-нибудь, там, типа, Ярославль, Кострома, Иваново, вот где-то вот в том районе, возможно, где-нибудь в районе 28-го, 30-го числа я могу оказаться у вас в городе внезапно. Бойтесь. Давайте к новостям. Ничего не заметили необычненького? Ммм? Ну, давайте еще одну попыточку вам. Это Куга Рампарт. Кресло от немецкого производителя различных девайсов, игровых столов и кресел для геймеров. Мы в продакшене постоянно тут сидим целыми днями напролет, монтируем ролики, снимаем ролики и так далее, и без удобного кресла, ну, типа, вообще никак не получается. Хорошее кресло это маст хэп любого продакшена. И несмотря на то, что это геймерский производитель, эти кресла подходят не только для игр, в нем еще и работать можно. Тут и посадка удобная, и внешка стильная, плюс они еще выполнены немного по автомобильным сидениям, немного напоминают ковши, вот это все. Ну и обито все эко-кожей и элькантарой. Сразу что могу сказать для себя, вот тут подлокотники регулируются тудой-сюдой, как угодно, и можно руки класть. Как тебе удобно. И вот на предыдущем моем кресле, на котором я сидел на предыдущих выпусках, было неудобненько тем, что там были как раз-таки подлокотники, жестко фиксированные, и я не мог вот так вот заехать под стол. Внутри кресла металлическая рама с ортопедической поддержкой, оно, ну, жесткое, приятное, правильное, и сносить его не получится, оно будет служить вам лет 10 точно. Металлическое основание выдерживает вес до 150 килограмм, для геймеров, видимо, это нормально, а для меня это овер дофига, потому что это в два раза больше, чем вешу я. Естественно, тут есть газлифт, это такая штука, которая вот туда-сюда, поднимайся, опускайся, но тут он установлен четвертого класса, самый надежный и прочный на данный момент. И еще можно вот так вот сделать, только не просто откинуться, а прям... Прям... В общем, удобненько. А давайте я так буду дальше интеграцию вести. Есть еще подушки для шеи и поясницы для правильного поддержания осанки. Но и нам, как автомобилистам, еще прикольно с того, что эти кресла Kuga делались с оглядкой на автомобильные кресла, настоящие. И самое-то главное, по нашему промокоду BERLINGO20, вы получите 20% скидки на эти кресла, поэтому переходите на сайт производителя, который будет указан в описании, и заказывайте удобные и классные девайсы для себя. Speed Demon установил новый рекорд скорости для машин ДВС. Есть такая штука в Штатах, солевые озера в Беневиле. Вы, наверное, кучу раз видели. Top Gear там очень много чего снимал, и там постоянно проходят различные фесты, типа тому там по драгрейсингу, по установлению мировых рекордов скорости. Вот это вся история. И американцы очень сильно по этому поводу упарываются. У них, в принципе, как бы весь автоспорт не сильно замысловатый. То есть это либо драг, либо NASCAR. Все. В повороты эта страна не верит. Да, да. Как и Audi, да. И, естественно, где еще, если не там, ставить мировой рекорд скорости? И прикол в том, что, ну, типа, назвать вот это автомобилем можно, ну, прям очень сильно обкурившись чего-то. Но так или иначе, там установлен именно ДВС, при том он от Chevrolet, и все, что о нем известно, это то, что он 9 литров 100 кубических сантиметров. Мощность неизвестна. Битурбо еще. Все. Не раскрывают данные, ничего не раскрывают. А рекорд скорости на автомобиле с двигателем в длево сгорания теперь 756,4 км в час. Кому не похуй. И как в рекламе боевые это снимали с М5. Как в нашем меме снимали с Берлинга, бля. А впереди где-то едет песочный Берлинга с открытой жопой. И ты такой из окна, бля, помедленнее, помедленнее. Потока воздуха. Просто выходит, что рекорд был? Нормально. Его сняли с самого начала? Все, заебись. Обновленный Porsche Panamera установил рекорд Нюрбургеринга. Как я обожаю название Нюрбургеринга. Ой, как его. Нюрбургеринга. Кайф. Рекорд еще. Ой, хорошо. В категории Executive Cars, ну, типа, жирные, толстые, пассажирные автомобили. Ну, в смысле, не пассажирные, а, типа, ну, премиальные, короче. Porsche Panamera теперь самый быстрый. При этом, перед этим, рекорд был за AMG GT 63s. Это то, о чем ты думаешь. Это вот этот вот длинный капот, вот эти вот дверки, вот такая жопка. 63s и четырехдверный представительский седан быстрее. При этом Panamera новая быстрее Taycan. Panamera прошла за 7,2981, а Taycan 7,4234. Бау, сука. Все еще DWS. Все еще ратата. Интересно, насколько он длиннее или короче? Кто там? Там по-любому же Mercedes короче. Вот текущая Panamera 5,49, а Mercedes 5,54. Ну, 5 миллиметров разница. Это, типа, херня все. Ну, прикол. Прикол все равно. Все равно прикол. А вес? Panamera 2,690. Она как больше прадика весит. AMG GT 2,100. Она еще на 500 килограмм тяжелее. Блин, 500 килограмм это 500 килограмм. Это пол прадика. Ты с собой везешь пол прадика, блин. Ай, извините. Долбоеб так где сидит? Вот тут. Это я полную массу сказал. А нужно-то снаряженное. А снаряженное, ну их одинаковое. На 10 килограмм Mercedes больше. Mercedes 2 тонны 45 килограмм, а Panamera 2,35. Все равно больше прадика. BMW наступает на все, что мне дорого. Осталось последнее, ради чего стоит любить Audi. И BMW M3 впервые в истории станет универсалом. Появится еще хер знает когда. Через два года. Но вот это вот новое поколение M3 будет универсалом. Единственное, что меня радует, что универсала будут, ну, у него жопа будет меньше, чем ноздри. И это, в принципе, будет довольно сильным аргументом в пользу того, чтобы не покупать этот автомобиль. И не рассматривать его как, ну, типа, что все-таки новое, все-таки. Вот текущая B9 RS4 в виде аванта. Это самый красивый универсал. Ну и RS6, естественно. Типа, это прям, ну, типа, внешка невозможна. Куда вот они лезут со своим задним приводом? На территорию нормальных квадратных пацанов. Че? Че? При этом они пытались сделать еще E46 кузов универсалом M3. Но что-то не получилось. Ну, видимо, решили, что не будет спроса, либо что, непонятно. И слава богу, потому что E46 великолепен в том, вот, какой он есть. Ну и понятно, что по технике то же самое, что и обычный купе. Все нормально, все в порядке. Вариант еще и картошечку перевезти. Но потом приедет B10 и всем покажет, как нужно картошку возить. Ну, мне хотя бы нравится, что вот в этом тизере выхлоп выглядит ублюдски. Ну, он прям, фу. Вот по сравнению с M3 и, хуй с ним, M4, вот этот выхлоп прям выглядит плохо. Слава богу. Посмотрите на детальные фотографии салона нового Mercedes-Benz S-класса. Мерс продолжает спойлерить нам новую S-ку. И мы перед тем, как начать писать ролик, с Пашей спорили минут 15 или 20 по поводу того, что типа, ну вот, да, в этом салоне больше нет кнопок физических. Вы не можете прийти и что-то типа ткнуть. Не получится. Все сенсорное. Непонятно, хорошо это или нет, потому что, ну, я лично считаю, что, да, сенсоры прикольная херня, но не везде должны остаться органы управления автомобилем и определенными вещами на рычажках и крутилках. Потому что, ну вот, рычажок климата, температура, авторежим и скорость вентилятора, это вот умещается в одну вот эту вот херню, ну, я про крутилку говорю, которую ты находишь рукой, чисто интуитивно, ты знаешь, и ты, когда ты поездил в автомобиле хотя бы там, типа, пару недель, ты уже даже, тебе не обязательно смотреть на какое там конкретное количество градусов, ты просто по щелчкам и по ощущениям, по тактильным знаешь, насколько тебе нужно повернуть рычажок. И ты не отвлекаешься от дороги. Здесь же, да, выглядит офигенно, круто, кайфово, большой экран, все такое, но тебе, чтобы вот этой вот, 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 поменять температуру, тебе нужно находить конкретное место на этом экране, а если ты еще едешь по неровной дороге, ты такой, а там столб. Какие-то вещи должны остаться, типа, хотя бы вот на руле тоже должны остаться парочка кнопок, которые интуитивны, понятны, без сенсоров, без всего не нужны. Как мне кажется, может быть, я потихонечку становлюсь динозавром, который такой, ооо, да, раньше было, возможно, возможно, но объективно я не понимаю, зачем нужны, типа, сенсоры абсолютно везде, реально не понимаю. Да, прикольно, когда ты там, типа, там можешь треки посвайпать какие-нибудь, там в меню полазить, там, типа, вот это все, типа, наши там стандартные жесты, к которым уже все привыкли, и там, допустим, если сейчас к ребенку, к любому что-нибудь дать в руки, там, пятилетним и семилетним, он тут же начнет это дело как-то свайпать. Нынешнее поколение детей уже совершенно не может воспринимать экран, который не тыкается пальцем. Туда нужно обязательно тыкнуть, и он должен тебе обязательно ответить. Это да, но не в автомобиле. Что-то должно остаться на руках, как мне кажется. У пилотов самолета же нет, блядь, огромного такого, знаешь, типа, экрана, чтобы они такие, нет, все на рычагах, но, блядь, дергалках, понятно дело, что, да, самолет, в принципе, штука старая, типа, они там все 30-летние, 40-летние, даже текущие модели, которые новые выходят, там, как бы, менять особо ничего не нужно, оно вот какое вышло, такое и есть. Но почему-то вот у пилотов-то, блядь, как-то там экранами не пахнет. Ну, у тебя там, там стрелки, блядь, ублюдские, такие, знаешь, такие, такие, ну, там экранчик уже было. Ну, хорошо, ладно, экранчик. У пассажира заднего ряда может быть тыканье, куда угодно, потому что ему там делать нехуй. Он там сидит, он может, хотя бы, хотя бы потолок может быть сенсорный, хер с ним. У водителя должно быть, ну, все управление суперинтуитивное, и, возможно, возможно, у Мерседеса получилось это дело реализовать так, что это, ёб твою мать, ты прям можешь туда не смотреть, прям такой, щех, 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 и все полетело за работу. Но я в этом очень сильно сомневаюсь. У меня это живое, у Теслы там, я не знаю, у кого там еще. Так у Теслы тоже совершенно уродская, неудобная система внутри. Она прикольная? Да. Когда ты сидишь на парковке, и там ковыряешься, да, можно в игры поиграть, можно режим для собак включить, да. Типа, она будет тебе писать еще на экранчике, что, типа, твоей собаке, как будто бы она умеет читать по-английски, что, типа, не переживай, хозяин скоро вернется. И плюс, опять же, там ты автопилот включил? Сиди и развлекайся, сколько влезет, типа. У меня, в принципе, вот я когда сажусь в Ешку, я довольно часто же езжу на 213 Ешке, потому что они в крошерингах есть. Бля, я до сих пор не знаю, то есть, как бы, ну, когда я сажусь в BMW, когда я сажусь в Audi, да и на самом деле, практически в любые машины, я, типа, обычно телефон подключаю и еду. А в Mercedes я такой, ой, бля, я в тишине доеду, потому что я такой, я, ой, Mercedes'ку мультимедиу, прям вот от слова совсем не понимаю. Хотя вроде, типа, ну, у меня есть пара знакомых, кто, типа, Mercedes'клуб, они прям, ой, Вася, мм, мм, я вот такой, фиг знает. Я на мультимедиа автомобилей могу бомбить абсолютно, типа, всегда вообще. Электрический кроссовер Hyundai проехал более тысячи километров без подзарядки. Контекст в том, что есть такая маленькая херня, которая называется Hyundai Kona. Было бы еще, можно было бы дописать букву R, получилось бы Hyundai Kona, помнишь, это батарейка, которую лижешь и тебе, ой. Короче, рекорд был установлен в рамках трехдневных испытаний на немецкой трассе Lausitzring. Вот на этой немецкой трассе. Общее время тестов составило порядка 35 часов. За это время три компактных кроссовера прошли дистанцию в 1018, в 1024 и в 1026 километров без пополнения запаса батарей. И мы такие Кондиционеров и информационно-развлекательных систем. Короче, 30 км в час на автопилотах без ничего по абсолютно прямой дороге. Без торможений, без ускорений. Обычные городские условия, так сказать. Конечно же, когда вы будете эксплуатировать автомобиль в обычном режиме, то, скорее всего, он будет ехать 400 км на одном запасе батареи. 450. И да, это хорошо. Это уже довольно дохрена для автомобиля. Этим уже можно пользоваться в рамках города. Когда вам нужно только там, куда-то там, вот тут недалеко перемещаться. Ну, хер его пойми, на самом деле. Наверное, вот если типа жить в Новгороде, условно говоря, то, во-первых, хер там заработаешь на электромобиль. Во-вторых, там, да, окей, когда у тебя в средние суточные пробеги где-то 100-150 км максимум. В Новгороде ты прям такой, типа, если ты 150 км отъехал, ты такой, вообще я сегодня просто не вылезал, бля. Там город в диаметре 14 км. Да, окей, и у тебя там загородный дом, ты приехал, поставил, зарядил, потом поехал дальше кататься, отлично. Но, командировка в Москву, все. Где мой киосит бензиновый? Я поехал на бензиновом седе. А если брать опыт Москвы, например, то я, как московский житель, типа, мне, например, машина нужна только, когда я из Москвы уезжаю куда-то. Потому что внутри Москвы перемещаться на своем личном транспорте, как по мне, кажется, ну, в моей ситуации, когда я без семьи, без детей, без вот этого всего. И когда у меня офис в пяти минутах от дома, как я забавно показал, на офис домой и дом тут. А по количеству проведенного времени так и есть. Я там только сплю, типа, и то не всегда. И типа, ну реально, мне от дома до офиса 7 минут на такси? Это 200 рублей, если что. Для чего нужна машина, мне тут непонятно. Непонятно. Даже электрическая. Тем более электрическая, которая будет стоить конь. И маленькую телегу. Но определенно точно, типа, эта вся история потихонечку двигается. И если, типа, 15 лет назад, в 2005 году, когда только появлялись какая-то вот была волна, типа, электрокаров, что, типа, вот, 100 километров. И все такие, эээ, ну на этом можно существовать, но очень плохо. И они все были маленькие, страшные. Ну, то сейчас за 15 лет, за два цикла разработки автомобилей, да, уже, типа, ну, заметные сильные изменения. Все автопроизводители так или иначе пошли в электромобили. И это все как-то уже в городе может существовать. Да, заряжаться только негде. Вот еще нюанс есть такой. Посмотрим. Бродячую собаку взяли на работу в автосалон Hyundai. Немножко о политике выбора сотрудников компании Hyundai. Кекес в чем? В Бразилии, в дилерском центре Hyundai, решили приютить бездомную собаку, которая осталась на улице после ковида, типа, ей все очень плохо, вот, да, да, да. Типа, взяли пса, назвали вот Тушкан, Туксон, ну, вот это вот, Туксон. И он теперь, типа, со собственным пропуском, с галстуком, то в машинах сидит, то в колл-центре сидит. Затраты? Пачка корма? Расход на помыться с собакой? И вот это все. И он там себе где-то ходит и не отсвечивает? Ну, инфоповод на весь мир. Ждем, когда кто-то из производителей приютит котика. И будет дальше, типа, ну, битва инфоповода, кто больше, котики или собачки. Потому что, ну, понятное дело, что вряд ли ребята, типа, сделали, ну, типа, приютили собаку с мыслью о том, что они когда-то об этом расскажут. Нет, скорее всего, просто-таки рядовые сотрудники просто прикармливали какого-то пса. Потом проходил кто-то умный из пиар-отдела. И такой, о, инфоповодом пахнет. Типа, нацепили галстук на собаку, покормили чуть побольше. Все, весь мир говорит теперь про Хенда. Кайф. Современный пиар. Офигенная штука. В Подмосковье у 30 автомобилей каршеремня прокололи колеса. Сапс в том, что на каком-то, у какого-то ЖК на территории постоянно оставляли машины. Местные жители от этого говорили пердаком, что, типа, они занимают парковочные места, они мешают проезжать. Поэтому вот вам, капиталисты, блядские нож в резиновую покрышку. Пиздец. Я не удивлюсь, если те люди, кто вот таким образом, типа, прокалывают и режут колеса на чужой собственности, которая на абсолютно законных основаниях находится на территории ЖК, бомбят по поводу того, на кухнях разговаривают или между собой, что как в России все херово, какие все вокруг, кругом пидорасы, гаишники совсем охуевшие взятки, берут менты, силовики, вот это все. Скорее всего, как мне кажется, вот люди, кто способен такое сделать, думают примерно как-то так. И не видят в этом парадокса никакого. Что, в первую очередь, мудил это ты. И, типа, и что с какого, ну, перепугу ты решил, что ты можешь причинять ущерб, типа, чужой собственности. Если ты хочешь жить в каком-то, ну, плюс-минус вменяемом государстве, то, в первую очередь, ты сам не должен так делать. Ну, их там уже ищут и, скорее всего, найдут. Потому что, ну, единственное, что Подмосковье. А че за... Недалеко от аэропорта Шереметьево неизвестные прокололи колеса 30 автомобилем каршеринга. Ну, вот вопрос, типа, Подмосковье-Москва. Если бы это происходило в Москве, парней бы очень быстро нашли. Потому что вся Москва настолько сильно висит в камерах, и, слава богу, это очень круто. Я за то, что, типа, вот, все под камерами, все везде белое просвечивается, все везде понятно. И в любой поворотне ты хоть кого-нибудь пальцем тронул, тебя тут же очень быстренько найдут. Идеально. Мне очень нравится такое положение дела. Потому что я законопослушный гражданин, мне нечего бояться. И также Автоньюз к этой новости подтягивает, что ранее стало известно, что парковку машин-каршеринга в Москве могут исключить из льготного абонемента для жителей-резидентов. Че это такое? Поясняю. Жители-резиденты, это когда у тебя есть собственность в Москве, квартира, что-нибудь такое, типа, и у тебя рядом платная парковка. Так вот, тебе, как резиденту, кто живет прямо вот тут, эта парковка будет бесплатной. И вот они хотят сейчас каким-то образом ввести какие-то ограничения. Потому что парковка, типа, для резидентов, она, ну, строго ограниченная. У тебя вот, по-моему, есть там, ну, одно или несколько мест, где ты можешь парковаться. И если там, типа, встал каршеринг, тебе нужно ехать на платную парковку. Несмотря на то, что ты, типа, тут живешь, ты, по идее, должен, как бы, ну, бесплатно пользоваться паркингом. И сейчас там власти будут с каршерингом как-то обкашливать вопрос, потому что, ну, непонятно, что делать. И пусть обкашливают, к чему-нибудь придут, и проблем с этим не будет никаких. Ну, конечно, то, что кто-то, кто-то себе возомнил, что он блюститель правосудия и может взять правосудие в свои руки и пошел, типа, с ножом ковырять чужие покрышки, это, конечно, пиздец полный. Мерседес-Бенц потратит на урегулирование дизельного скандала в США более 2 миллионов долларов. Если быть точным, они потратят 2,2 миллиона, блядь, миллиарда. Э, какая, миллиард, миллион, миллиард, уэ, какая. Все, что в долларах нам не светит, типа. Все, что в долларах с шестью нулями и более, похуй. Прикол какой. Все мы с вами слышали историю с дизельгейтом, что Volkswagen в 2014 году немножечко пустил жиденького, потому что, типа, в США поймали Volkswagen на том, что они фальсифицировали выбросы своих дизельных моторов. Точнее, типа, после того, как автомобиль выпускается, приходит с производства, его проверяют на соответствие нормам. Типа, проверка происходит на специальном стенде, машина умная, она понимает, что она на стенде, поэтому включается специальная программа и выбросы соответствуют. Потом, когда автомобиль выезжает на дороге и вообще пользование, у него включается другая программа, ну, в смысле, прошивка в блоке управления. И он едет бодро, мощно, ратата и черный дым по всей улице, типа, ну, незаметно и так далее. Volkswagen до сих пор нагибают. До сих пор его весь мир, вот уже 6 лет, как эта вся тяга идет, и еще как минимум на 2 года точно продлится, потому что в Великобритании уже суды расписаны до 2022 года. И все говорят про Volkswagen, что какой он ужасный, и что дизельгейт равно ваг. Только все что-то забывают, что, как бы, после Volkswagen за жопу-то поймали абсолютно всех, и Fiat Chrysler, и Daimler, и всех тоже нагибают на миллиарды долларов. Только почему-то, ну, если вы доберете дизельгейт, вы увидите на восьте только про Volkswagen. А я, как фанат, такой сразу, ммм, конкуренты, блядь, это точно, точно гасят фольца. Это, это, они точно, блядь, специально. И все такое, короче. Фишка какая, что конкретно у Mercedes автомобили выпущены с серией двигателей Blutec. Это вот, ну, дизель, вот видели, наверное, эту иконочку, Blutec. С девятого по шестнадцатый год, E-класс, S-класс, ML, GL, GLK, R и Sprinter. Ну, все дизельное. Типа, вот на C-шке дизеля, по-моему, нет в Штатах. Он в Европе только есть. Вот это все тоже срало всем в воздух. И 2,2 миллиарда долларов, это, ну, как бы, значительная сумма, так сказать. При этом из них полтора миллиарда долларов. Это соглашение с американскими властями. Почему-то слово «откат» никто не пишет. И на урегулирование коллективного иска производитель планирует потратить 700 миллионов долларов. Это вот, типа, от людей, кто такие, о, я, вы заставили меня насрать в воздух, ой, как я, мне жить теперь с этим? И вот, чтобы денежку получить небольшую. Да, и сюда уехал на комар каком-нибудь. Да, на новеньком, типа, ну, он же, блядь, проходит по эконормам, все, поэтому я, типа, законный гражданин. Было бы прикольно, если бы сейчас камера снимала твое выражение лица. G-42. Купе BMW второй серии следующего поколения. Новые изображения. BMW такие, типа, чё, ноздри ловите? На вам вторую серию, блядь. Теперь чё, ну, понятно, что ноздри нормальная тема, типа. Вы чё, думаете, мы после ноздрей больше не сможем нарисовать хуйню? Сможем. Вот вам, пожалуйста, вторая серия. F22, двойка. Предыдущее, ну, текущее поколение, выглядит великолепно. Отличная автория, ну, реально, очень, вот это, блядь, это как вообще? У меня только один вопрос к этому кузову. Почему без ноздрей? Где, блядь, вот это вот? Прикинь, вот это ещё, вот её вот, ну, с такими же, блядь. Прямо было бы идеально, по-моему. Не, на самом деле, спорные только фары-то, по сути. Только фары? Тебя только фары тут... Ладно, хорошо, давай мы продолжим. Только фары, говоришь, да? Ну, корее. А боковина в виде холодильника тебя не смущает. И вот эта вот хуйня с Toyota Camry, ну, дверная ручка, я имею в виду. Зачем не с Toyota Camry? Это с чего-то, это с американцев 80-х, это вот, с Е34, вот оттуда. Не, было бы хуйня, если бы она была переднеприводной. Вот это было бы прям ещё, просто вот, типа, BMW такие, смотрите, куча говна, вот ты где душа у вас, типа, вот на. Да, да, блядь, держи. Не, ну да, она будет, типа, на Клэра, она будет заднеприводной. Скорее всего, будет версия М2 и 240-кай, на 240-кай, типа, с B58. М2 будет с С-58, с современной рядной шестёркой, типа, которая прям ратата во все щели, но... Ну, бля, типа, тут даже я такой, типа, чё, блин? Мне-то, мне-то, чем, чем BMW страшнее, тем мне веселее. Это, понятное дело, тут даже я такой, типа, ну, бля, ну, 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 нет. Самая опасная дорога столицы – МКАД. ГИБДД заморочились, собрали статистику и получили, что каждый четвёртый погибший в аварии в городе является участником ДТП на МКАДе. 25% людей в Москве на дорогах гибнет на МКАДе. Так себе ситуация. Каждая десятая ДТП с пострадавшими происходит на территории МКАДа. Каждый четвёртый погибший в аварии в городе также является участником ДТП на МКАДе. При этом 16% из всех погибших на кольцевой автодороге их составляют пешеходы. И тут важно понимать, что это, типа, не чуваки, которые из леса побежали МКАД перебегать. Нет. Это у кого-то что-то случилось с автомобилем, либо какое-то лёгкое ДТП, либо ещё что-то. Человек выходит из тачки и не возвращается в неё больше. Понятное дело, что МКАД, скоростная автомагистраль, 110 км в час, 6, 7, 8 полосная дорога в одну сторону. Ну, там, не, не 6, там, а 4-5. Ну, пофиг. Он, короче, он разной ширины бывает. Забитая машинами, которые несутся под 100 км в час, ну, как бы, звучит опасненько. Плюс ещё у МКАДа, типа, так как он очень сильно нагружен, его довольно редко ремонтируют. Ну, в принципе, ну, то есть, если где-то взять и перекрыть кусок МКАДа для ремонта, ну, типа, Москва не поймёт. Вообще вся. Точнее, в первую очередь, не поймёт менеджмент всех компаний, типа, а где сотрудники? Потому что не доедут. Пока МКАД будет ремонтировать, никто в Москве никуда не доедет. И поэтому его, если ремонтируют, то только по ночам, типа, ночью сначала сгрызут какой-нибудь кусок МКАДа, потом ночью, опять же, его закатают очень быстренько, и так вот потихоньку, какими-то такими зашлёпками МКАД ремонтируется. И от того, что, типа, покрытие в некоторых местах старое, там, жёсткое колея, если ты очень уверенный рататан на широких колёсах или непривыкший к МКАДу человек, то тебя могут ждать сюрпризы на 110, на 120 даже километров в час, которые вроде бы как разрешены, но, типа, могут быть нюансы, в шашки поиграть не всегда получается. Но самое важное. Понятное дело, что МКАД очень опасная штука. Просто напоминаю вам, если вдруг вы едете по МКАДу, и у вас, не дай бог, происходит что-то с автомобилем, неисправность, поцарапались с кем-то, какое-то лёгкое ДТП, всеми возможными правдами и неправдами пикируйте на обочину, типа, уезжайте на обочину, не вставайте на полосах МКАДа, а если встали, не выходите из машины. Не выходите из машины, чтобы выставить знак аварийной остановки, что, типа, с вами что-то там случилось и так далее. Лучше пусть вам выпишут штраф 100 рублей или 500 рублей, сколько там штраф, типа, за вот невыставленный знак, и снесут жопу на автомобиле, хер с ним. Типа, в машине сидите, звоните в службы, есть ЦОД, есть помощь на дорогах от администрации, как она называется, центральной, ну, типа, у ЦОДа тоже вот есть вот эти омароки зелёные. За вами тут же приедут, помогут, разберутся и так далее, потому что весь МКАД, опять же, под камерами, всем всё везде понятно, есть куда позвонить. Запишите номер в телефон, вот этот. Что если чё-то у вас происходит, вот где-то там, звоните вот сюда, на МКАДе я имею в виду. И не выходите из машины. Потому что даже если вам кажется, что, ой, сейчас, типа, есть окошечко, можно высказать, сиди, блядь, в тачке. Всё, на МКАДе на дорогу не выходи. Это официальная рекомендация ГИБДД. Это, типа, не я сейчас придумал. Столичное управление ГИБДД ГУ МВД России напоминает водителям, что следует быть внимательным и передвигаясь по МКАДу, выбирать безопасную дистанцию и быть аккуратным при совершении манёвров. Не допускать остановки без крайней необходимости. В случае поломки или мелкой аварии ни в коем случае не выходить на проезжую часть и незамедлительно сообщить о случившемся по телефону экстремного службы 112. На автомагистрале, в принципе, запрещено находиться пешеходом. Там даже, ну, там останавливаться нельзя. Как у тебя вяжется, что нельзя останавливаться, и можно выйти, знак поставить? Ну, вяжется, что, типа, блядь, хоть куда-то предупредить, потому что будет кто-то перестраиваться и прилететь в любом случае. Тоби пизда, если ты выйдешь на МКАДе. Ну, типа, ты что, ты со знаком пойдёшь на машины, типа, чтобы дойти и поставить? Нет. Сидишь в тачке, всё. На аварийке, всё как надо, типа. Если в тебя кто-то прилетает, это его проблема. Надо держать дистанцию, соблюдать скоростной режим, вот это всё. Типа, тут. Но свою жизнь, типа, нельзя под такой риск. Захожу я в Яндекс, вбиваю автоновости, немножко пролистываю, вижу автовзгляд. И первая же статья. Печальный опыт, двоеточие. Три истории неудачного секса в автомобиле. Я такой, ох, вы мои хорошие, идите сюда. Ты открываешь статью, видишь автора Кристину Извекову, Извекова, Извековы, извините, если я неправильно произношу фамилию, я просто, ну, не знаю, как она. Извекова. Извекова? Ну, значит, будет Кристина Извекова. И Кристина пишет. Давай так, больше делится личным опытом. Она говорит, что это с форумов всё. Занятие любовью в салоне машин – прекрасный способ разнообразить интимную жизнь. Однако далеко не всякое автомобильное секс-приключение заканчивается также феерично и изящно. Те самые финалы секса, да, фееричные и изящные. Как в фильмах для взрослых. Кто вообще видел концовки фильмов для взрослых? Кто-то на них досматривает вообще когда-нибудь. Три истории неудачной интимной близости на колёсах, в будоражащих фантазию обзоре портала «АвтоВзгляда». Едва ли не каждый мужчина, да и женщина, впрочем, тоже, дико возбуждается, представляя себя в самых разных ракурсах Саити, с чувственным партнёром на заднем диване. Ой, блядь, или прямо на водительском кресле своего автомобиля. Секс в машине – это всегда страстно, романтично и местами даже азартно. Ведь ты никогда не можешь быть уверен в том, что в момент кульмина... Ведь ты никогда не можешь быть уверен в том, что в момент кульминации в окошко не заглянет любопытный сотрудник ГИБДД или случайный прохожий. Ещё одно прилагательное, применимое к автомобильному сексу – небезопасное. Истории известны случаи, когда охваченные жгучей страстью горе-любовники забывали поставить машину на ручник и в процессе ритмичных покачиваний неспешно скатывались в водоёмы. Но сегодня не об этом. Рассмотрим опыт трёх автомобилистов, получивших в результате колёсной близости исключительно психологические травмы. Мне кажется, это идеальный слоган автовзгляда. Автовзгляд. Исключительно психологические травмы. Подзаголовок! Тонкий и острый. Погнали! Он позвонил мне и сказал, что только-только выехал из автосалона на новой машине. Начинает свой рассказ дама на одном из формов. Девушка радовалась покупке не меньше, чем её молодой человек. И по этому случаю решила принарядиться. Мало ли, вдруг обмывания зайдут дальше. Двух бокалов шампанского и заведут любовников на заднее кресло свеженького кроссовера. Не прогадала? Слушай формулировку, блять. Припарковавшись возле своего загородного дома, опьянённые игристом, герои этой истории приступили к финальной части тест-драйва автомобиля со всеми вытекающими и затекающими. Остановились на классической миссионерской позе на заднем диване. Благо, что габариты партнёров и машины позволяли. Для антуража девушка оставила на себе не только сексуальное бельё, припасённое для особых случаев, не каждый день всё-таки крето покупаем, но и острые шпильки. В порыве страсти дама безжалостно царапала ноготочками мужественную спину спутника, а правой ногой кожаную обивку кресла переднего пассажира. В какой-то момент мужчина таки среагировал на подозрительные скрипы, таки среагировал. Таки, что там происходит с моим кожаным новеньким креслом? И он пришёл в ужас, ведь в машине не было и дня. Настроение опустилось. А вместе с ним на несколько дней и всё остальное. Ой, там ещё две истории от Кристины Извековой. Я ссылочку оставлю в описании. Проходите, наслаждайтесь. Бл***ь, как я люблю автовзгляд. Но, пацаны, автовзгляд это дозированная штука. Не залипайте. Кукуха съедет к херам вообще просто. Типа, вы через какой-то момент обнаружите себя одним из авторов. Типа, что вы будете туда писать статью. Не, погодите. По одной статье раз в неделю, когда загрустили. И отличное настроение на всю неделю обеспечено. У Кристины Извековой есть статья. Как правильно оценить свой автомобиль перед продажей. Но это мы оставим на следующий выпуск. Может ли инспектор ГИБДД оштрафовать водителя управляющего машиной со сломанной рукой или ногой? Что грозит шофёру в гипсе? А на этом у меня всё на сегодня. В качестве послевкусия я где-то видел один гневный коммент под предыдущим роликом. Что типа, где послевкусия? Э! Ты чё там? В смысле пока? Ушёл он тут. Не уходи. Во-первых, можно типа, смыть послевкусия после новой двушки BMW. Со всеми втекающими и вытекающими. И затекающими. И затекающими. Блядь. Затекающими. Я бы очень хотел посмотреть на процесс затекания. Что это, блядь? Что это, блядь? Типа, гражданочка, я затеку к вам ненадолго. Просто когда идёт монтаж, ну типа, и... Какое-то доделывание большого серьёзного материала. Тут как бы нихера не происходит. Тут 4 человека с очень серьёзными рожами смотрят в компьютеры. Раз в час происходит какой-нибудь кекис локальный. Когда все такие, хы, и дальше так же сидят. Про автопрогмат вам вкину. Мы открыли продажи по договорам. По ВДшкам мы и до этого работали, всё в порядке. Прикол в том, что мы как бы, ну, открыли продажи. Мы набираем сейчас новые договора и новых людей. Но мы отрабатываем, ну, тех, кто нам звонил ранее. Поэтому если вы сейчас там позвоните и такие, типа, договор, мы такие, а вот не факт. Типа, погоди, нам сейчас сначала, мы обещали предыдущим людям. Мы сначала, типа, с ними со всеми свяжемся. Мы каждому сейчас человеку, кто звонил нам на протяжении того периода, который... Когда у нас были закрыты продажи. Мы их теперь каждому перезвоним, спрашиваем, что там как у вас. Мы помним вас. Вы нам звонили. Что у вас как? Нужна помощь? Не нужна помощь? Может что-то посоветовать? Вот, такая история. Но не забывайте пользоваться нашими ВДшками. Потому что ВДшки мы оказываем прям день в день. Край на следующий день. Не переживайте, если вдруг, типа, вот вы хотите прям сейчас купить автомобиль. И значит, что мы вам не поможем. Нет, не забывайте, что у нас есть выездные диагностики. Ну, мы их ВДшками называем. Которые мы оказываем либо в этот же день, либо на следующий день. Мы немного переработали процессы, как я уже говорил. И сейчас, типа, специалисты выезжают сильно быстрее. Опять же, если вы уже нашли автомобиль, который хотите приобрести. Фиг с ним. С нашими экспертами. Просто заказывайте выездные диагностики. У любых компаний по подбору. Ну, кому вы доверяете. Потому что, ну, не проверить автомобиль перед покупкой. Там, за какие-то там 5, 6, 7 тысяч рублей. В зависимости от того, что у вас там за автомобиль. И что за компания, в которую вы обращаетесь. Это довольно глупая история. Особенно, если вы смотрите какой-нибудь немецкий технически сложный автомобиль. И по вакансиям. У нас появилась вакансия для людей, кто работает, ну, или работал в официальном дилере в продаже новых автомобилей. У нас для вас есть, что предложить. Вот. Поэтому, если вы в данный момент находитесь в отделе продаж официального дилера, либо имели опыт. В описании будет ссылочка. Ну, там, типа, все наши вакансии будут. В принципе, которые есть у нас сейчас в компании. Поэтому переходите. Если вам интересно будет, то там форму заполняйте. И мы с вами свяжемся. Вот. А на этом у меня теперь точно все. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Вы там доели. Вкусно. Молодец. Кайф. Покушал. Беги работать теперь. Давай. Увидимся. Пока.